Багатти фарбов и гуков, оригинальность выполнения и незвучаяность подачи – в экзотик-шоу навод классичные номеры, представленные в новом светле. Коли жонглировать дык червоными котелками, ломать комедию з усими разом, а вот под час выступления поветра на гимнастке у зале не до смеху. Над руки, которые девчина выполнила без строговки под самым куполом, слабонервовым лучше не глядеть. За кулисами мы все ж подекавилися, те есть речи, которых боится артистка. Я не знаю, чего я боюсь. Наверное, тараканов только и все. Я когда в воздухе, я работаю, и мне это нравится, я думаю в этот момент только о зрителях. Я думаю, как сделать так, чтобы зритель аплодировал и чтобы зрителю понравилось. Але головная зорка экзотик-шоу «Жираф» Багир. Пятиметровый пригажун родом из Африки. Зараз ему 12 годов, мужчина у полном роспяти сил. За годы гастрольного життя Багир снимался у знакомитой программе «У свете живел», ни одной че удельничал у конкурсах и на потеху публицу выучил множество трюков. Цародых – поклонный реверанс и лунная походка, как у Майкла Джексона, и элегантный вальс. А за любимый ласунок – сухарик Багир охотно целовал всех жадающих. Заразумела тех, кто был готовы до таких проявок – пяшшоты «Жирафа». Все это время, время, время репетиции и какие-то трюки. Он сам подсказывал, что он может делать, что ему удобно. То есть мы его как-то так особо и не принуждали, скажем так. Легко с ним было работать. Он нас понял, мы его поняли. Подорожничая Багир в специальном фургоне при этом колонне сопроводжает экипаж ДАИ, а каждые две годины – припынок. Дорога для живел – серьезный стресс. Но для любого глядача артист переносит осенние годы.